Крымский Академический Русский Драматический Театр имени Горького живёт почти 200 лет. Так сложилось, что крымская сцена самая старая на юге России. Театр воспитал сотни артистов, среди них есть и актёры-герои. Сейчас мы идём в бой и заверяем вас, дорогие товарищи-артисты, что мы выполним свой долг. Спасибо. Дорогие товарищи, сегодня наш последний спектакль. Но нам хочется сказать вам, дорогие друзья, что наши сердца, сердца актёров, всегда с вами, дорогие товарищи. 21 июня труппа театра показала свой последний спектакль в мирное время. Никто и подумать не мог, что сегодня они, уставшие и довольные, гуляют по вечернему Севастополю, обсуждают завтрашний показ спектакля «Машенька», а уже спустя несколько часов им суждено возвратиться в Симферополь. Война. Многие актёры в то время безоговорочно ушли на фронт. Остальные артисты давали патриотические концерты не только в театре, но и в воинских частях, в госпиталях. Позже свою деятельность начинает подпольная группа «Сокол». В неё входили Николай Барышев, Александр Перегонец, Дмитрий Добросмыслов, Зоя Яковлева, Павел Чечёткин, Просковья Ефимова, Илья Озеров и Олег Савватеев. Отчаянные и до умопомрачения храбрые артисты театра. Они обладали не только артистическими талантами, но и были прекрасными разведчиками. Во время войны у Добросмыслова открылся талант. Он перевоплощался до такой степени, что многие люди, не связанные с подпольем, переставали даже, как говорили, его уважать, потому что он не отказывался ни от одного концерта для фашистов. Он всегда соглашался спеть и станцевать с Яковой Канкан. В своё время лидер «Сокола» Николай Барышев предложил Александре Перегонец набрать группу молодых актёров и таким образом спасти от депортации в Германию некоторых симферопольцев. Их было 50 человек, а чуть позже, по просьбе Николая Барышева, в студию взяли ещё одну девушку. Это была советская радистка Наташа, имеющая связь с партизанами полуострова. В этом зале во время Великой Отечественной занималась студия Александра Перегонец. Спустя время внешний вид зала, конечно, изменился, но атмосфера того времени по-прежнему живёт в стенах этой комнаты. В апреле 1942 года немецкое командование издаёт указ – театру необходимо работать в угоду фашистам. И уже в мае артисты театра начинают давать концерты, музыкальные спектакли и русскую развлекательную классику. Это время как раз и отмечают началом деятельности патриотической группы «Сокол». Они собирали тёплые вещи и медикаменты, которые передавали партизанские отряды. Они распространяли листовки. Здесь особенно преуспела связная Барышева, уборщица театра Прасковья Ефимова. Олег Саватеев – самый юный участник группы. Ему тогда было всего 16, но уже в то время он отличался мужеством и смелостью. Парень ненавидел фашистов. И однажды во время одного из спектаклей, которые играли для румынских и немецких солдат, Олег во время затемнения сбросил с балкона кучу листовок со словами «Не верьте фюреру, сдавайтесь». По заданию партизанского руководства Николай Барышев создал карту, на которую нанесли военные объекты фашистов. По сведениям историков, она и помогла при освобождении Симферополя в 1944 году. В марте 1944 года уже начались аресты членов подпольной группы «Сокол». Они были арестованы в разные дни. Кто-то 13, кто-то 16, 17, 18, 19 был арестован Барышев и Олег Саватеев. 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя, патриотов казнили. Не дожив до даты освобождения Симферополя, подпольная группа «Сокол» была расстреляна в совхозе «Красном». А на этом кладбище и похоронены знаменитые артисты. В 1973 году в театре поставили спектакль «Они были актерами» по пьесе Георгия Натансона и Владимира Орлова. В 1981 году один из авторов пьесы по своему сценарию снял фильм с таким же названием. Тем не менее, ни спектакль, ни фильм не отразят настоящие атмосферы, переживаний и чувств всей театральной группы «Сокол». Артисты сыграли свои роли не только на сцене театра, но и в жизни всех современников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова